Продолжение следует... 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 Поэтому по многочисленным просьбам мы решили открыть российскую страницу. И нашу российскую страницу читают очень многие наши партнеры в России. И здесь сейчас я вот только немножечко его отпущу вниз, и вы посмотрите, какие у нас есть коллекции документов. У нас есть вот самый последний, это архив Перестройки. Мы его только что буквально открыли к 30-летию, пока мы его населяем. У нас очень много документов, но чисто вот технические мы их еще не выложили. Дневники Черняева, архивы советника Горбачева и пресс-секретаря Горбачева-Грачева, архивы Микояна, не только по кубинскому кризису, не только по карибскому кризису, но также по советско-китайским отношениям. Окончание холодной войны в Европе, переговоры на высшем уровне, диссидентское движение, Афганистан, который непосредственно к нам относится, карибский кризис. В общем, вот все эти темы мы стараемся по возможности населить документами, и мы выбираем самые интересные документы. То есть, конечно, у нас огромный массив. У нас 18 тысяч документов на русском языке, но сюда мы выбираем только самые интересные. Также иногда, когда мы их сюда выкладываем, у нас определенные проблемы возникают с архивами в России. Но мы стараемся работать таким образом, чтобы вот эти документы были доступны и американскому читателю, и российскому читателю, и следователю, который не может получить их другим образом. Также мы проводим различные конференции, совместные проекты в России. И сейчас это становится, как вы понимаете, очень сложно. Сейчас уже такая ситуация, что вот когда я начала работать над программой «Нанолугора», это я буду говорить об этом в третьей лекции, когда мы будем говорить о разоружении, то когда я уже прихожу в архив, то те же документы, которые они мне давали смотреть три года назад, когда я только начала заниматься разоруженческой тематикой по «Нанолугору», они мне их больше не дают и говорят, что нет, ну что вы, эти документы, они секретные, и были секретными, я им показываю, что я уже копии этих документов от них же получила, но тем не менее эти документы сейчас потихонечку уходят в такое полусекретное для служебного пользования. Наша задача, конечно, как можно больше российских документов ввести в оборот, сделать их доступными, но также я думаю, что еще более важная задача – это вот не дать умереть этому интересу к России. Поэтому вот эта программа – это совершенно благороднейшая миссия, и я рада, что мы сегодня сможем поговорить не только сегодня, но и в следующие два дня о таких важнейших моментах в истории российско-американских, советско-американских отношениях. Сейчас вот я открою наш Калибрский кризис. Вот, и по мере рассказа моего я буду некоторые открывать здесь фотографии, чтобы вам было видно. Вот это то, о чем Том рассказывал, это Кастро на нашей конференции говорит о том, как дружба с советскими ставила Кубу в очень сложные ситуации, очень часто. Ну, собственно говоря, перейдем к Калибрскому кризису. В Америке этот кризис по-английски называется Кубинский ракетный кризис. На Кубе он называется Октябрьский кризис. Типа кризис у нас случается каждый месяц, а этот случился в октябре. А в России он называется Карибский кризис. Это у нас много кризисов, но это случилось в Карибском бассейне. Значит, обе стороны, и американская, и советская, а я опускаю пока кубинскую, потому что мы еще до конца не знаем их историю. Но обе стороны, которыми, собственно, я занимаюсь, они создали такую официальную историю Карибского кризиса, что ли. Ну, такую историю, но когда мы ее начинаем больше изучать, то, похоже, вроде что мифология кризиса создана. Значит, каждая сторона представляет себя таким Гераклом мужественным, которому бросил вызов враг опасный, неразумный, и эта сторона настояла на своем и заставила врага повернуть обратно. Причем, суть, в общем, мифологии такая же, с обеих сторон. Значит, как я узнала о Карибском кризисе? Я училась в МГУ, в Московский государственный университет на историческом факультете. И все, что я знала о Карибском кризисе, я занималась, в принципе, историей внешней политики, поэтому, в общем, должна была знать. И все-таки это самое лучшее учебное, высшее учебное заведение в Советском Союзе, должна была знать. Что я знала? Что в 62-м году Куба подверглась такой постоянной агрессии со стороны США. И в этой ситуации Советский Союз должен был оказать военную помощь Кубе. Советский президиум принял решение оказать военную помощь и послал на Кубу значительную группировку советских сил. Тем, что они послали эту группировку сил на Кубу, они заставили американскую администрацию отбросить свои агрессивные планы и дать Кубе гарантии о ненападении. Таким образом, Советский Союз предотвратил ядерную войну. Почему? Потому что если бы американцы напали на Кубу, что они, собственно, собирались делать, Советские вынуждены были бы ответить. Спас Кубинскую революцию и установил вот эту стабильность в Кореевском регионе. В 1987 году, в 1987 году, уже перестройка идет во всю Советском Союзе. У нас был такой очень популярный курс дипломатической истории. И этот курс вел никто иной, как первый секретарь комитета коммунистической партии при МГУ. Это очень-очень человек был, высокопоставленный, обладал и статусом, и властью. Он также был специалистом по дипломатической истории и по внешней политике США. И вот он в своем курсе в 1987 году говорит, А сейчас я вам расскажу то, чего никто из вас не знает. Потому что до сего момента это являлось секретом. В 1962 году мы поставили ядерные ракеты на Кубу. Ситуация подошла вот настолько к ядерной войне. Потому что американцы были агрессивны. И чтобы отразить агрессию, мы вынуждены были поставить не просто войска, а ядерные ракеты. Таким образом, мы нашу позицию в сдерживании подняли на несколько уровней. И доказали США, что они не могут шантажировать нас ядерным оружием. Мы поставили наше оружие вплотную к ним. Я помню, я пришла домой, а папа у меня военный. И я ему рассказываю, что это что, быть такого не может. Мы ядерное оружие никуда не ставили. Ну вот, я говорю, нам сказали. Правда, документы никакие нам не показывали. Но вот на протяжении 25-30 лет я изучаю этот карибский кризис. И я прихожу к выводу, что он постоянно меняется. Что карибский кризис совсем не такой, какой он был вчера. И мы не знаем, каким он будет через 5 лет. На протяжении десятилетий вот эти вот официальные версии существовали. Значит, советская версия, как я вот уже рассказала, она была такая. Кубе угрожала агрессия. Мы поставили оружие. И вот даже в конце концов сказали, что ядерное оружие поставили. А потом мы заставили американцев свою позицию изменить, дать гарантии о ненападении, ну и оружие вынесли. Американская позиция такая, что мужественный и решительный президент Геннеди столкнулся с попыткой советской агрессии. Обманным образом советские скрытно поставили ядерное оружие на Кубу. Вопреки международным нормам подорвали стабильность в Карибском бассейне и вообще в Латинской Америке. Но, тем не менее, президент Геннеди выдержал этот вызов. Он смотрел прямо в глаза Хрущеву. И Хрущев моргнул, развернул свои корабли и увез обратно это оружие. Значит, история с американской стороны это американский триумф, разговор с позицией силой. Мы не отступим, мы не пойдем на компромисс. Здесь мы поставили наши требования, и мы всю нашу мощь готовы употребить, чтобы эти наши требования были выполнены. А с точки зрения, опять же, американской вот этой версии, советское решение о поставке оружия на Кубу было просто чистой авантюрой. Ну, не было, ну, не было, ну, абсолютно никаких причин. Почему? Вот приснился страшный сон Хрущева, он взял, поставил ядерное оружие на Кубу и тем мог развязать ядерную войну. А Хрущев, а Кеннеди своей твердой позиции эту войну предотвратила. Вообще, значит, вот американская администрация, она была такая ответственная, рациональная и вела себя бескомпромиссно, но правильно. Значит, опять же, и с той, и с другой стороны, как мы выяснили, эти истории, они просто, ну, совершенно несопоставимы с фактами. Поэтому вот сейчас, наверное, нужно писать реальную историю. И реальная история эта, она стала возможной только тогда, когда все три стороны стали разговаривать друг с другом напрямую. И также рассекретили документы. Значит, еще один момент, который как-то раньше о нем не думала. А вот сейчас я думаю очень много, особенно вот в связи с событиями современными. В официальной истории советского Карибского кризиса и американского кризиса Куба не играла никакой роли. Куба это была, ну, вот парковка там, площадка, где эти ракеты поставили, они там постояли. Потом супердержавы друг с другом поговорили, решили ракету убрать и ракету убрали. А Кастро это вот он сидел и он, значит, заведовал парковкой для ракет. И никакой роли не играл, то есть с ним никто не разговаривал, не нужно было с ним разговаривать, потому что, ну, ну, что он там делал. Он просто слушался советских. Советские сказали, поставим, он сказал, хорошо. Советские сказали, уберем, он помог убрать. А было не так. Значит, дальше вот к этому моменту, потому что это такой момент совершенно критический. И в моей личной истории, и в истории архива в 92-м году, я во втором году своей аспирантуры, здесь я училась в Атланте в университете Эмори, я была, меня попросили организовать советскую делегацию, значит, организация идет летом и осенью 91-го года. Советский Союз еще существует. И, значит, организовала я эту делегацию, привожу их на Кубу. Состав делегации вообще совершенно потрясающий был. Вот это вот генерал Грибков, который планировал план операции Анадырь. А вот это вот, это министр обороны Язов. Он был участником путча 91-го года против Горбачева. Ну, этот товарищ не нуждается в представлении. А это был один из командиров ядерных ракетных сил Санников, который был на Кубе. И вот на этой конференции встает генерал Грибков. А, еще один такой момент. Значит, конференция начинается 6-го января 1992-го года. Значит, когда моя советская делегация, все эти генералы такие вот в формах, с орденами, собирались лететь на Кубу, они были советскими генералами. А когда они туда прилетели, они уже даже не знали, что, собственно говоря, они представляют. Поэтому они были очень обозлены всей этой ситуацией. Они чувствовали себя, ну, во-первых, ненужными, а во-вторых, униженными. А Кастро тоже был очень злым на советских, на российских, потому что в конце 91-го года Советский Союз прекратил поставлять нефть на Кубу и покупать кубинский сахар. А это была основа кубинской экономики. Начался особый период на Кубе, когда люди ели своих домашних собак. То есть ужасный был город. Ужасный был город. Ну и, конечно, здесь Кастро впервые в жизни имел возможность сказать русским все, что он о них думал все эти почти 50 лет. Но с американской стороны тоже была совершенно потрясающая делегация. Вот здесь вот такая классная есть фотография. Это Николай Леонов. Это был директор отделения внешней разведки КГБ. Рей Гартхов, историк Холодной войны. Вот это Георгий Маркович Корниенко. Он заместитель министра иностранных дел был во время Карибского кризиса. Ну и Роберт Магнамара. А вот тут вот я сижу в 92-м году. И встает генерал Кребков. И начинает говорить о том, что, собственно говоря, происходило на Кубе. И он говорит о том, что советские товарищи поставили на Кубу не только ракеты АР-12 и АР-14. Они поставили на Кубу также ядерное оружие в боеголовке. А американцы в тот момент и на протяжении всех этих лет, они думали, что да, вот ракеты они довезли со мной, да, вот эти вот ракеты. А боеголовки к ним не дошли. Что поскольку вот была блокада Кубы, карантин, то те суда, которые должны были привезти ядерные боеголовки, они просто не дошли. Они развернулись у карантина. Вот Грибков объяснил, что не только дошли эти ядерные боеголовки, но еще в дополнении к этим ракетам среднего радиуса действия на Кубу были доставлены тактические боеголовки, тактическое ядерное оружие. Причем таких, если для ракет среднего радиуса действия было доставлено всего 36 боеголовок, то тактического оружия там было почти 100 штук. Почти 100. Американцы вообще не подозревали, что там было тактическое ядерное оружие. До 92-го года, в этот момент, когда он это говорил, Роберт Макнамаров вот так вот слушает, потом встает, становится вот буквально красным и говорит, неправильный перевод, неправильный перевод, повторите перевод. Я была частью американской делегации, они, значит, меня тут же зовут и говорят, пожалуйста, проверьте перевод. Я тоже совершенно в шоке, потому что то, что я слышу, ну не может быть. Но тем не менее, перевод-то правильный, он именно то и сказал. Грибков очень обиделся. Он думал, что Макнамара не переводу не доверяет, а что он не доверяет тем данным, которые дал Грибков. Грибков встает и говорит, может быть, вам еще и письменное доказательство представить. И вытаскивает документы. То есть он привез реальные документы, которые показывают, что действительно советские привезли на Кубу, ну просто страшное количество оружия. Просто страшное количество оружия. В чем, собственно говоря, важность вот того, что привезли тактическое ядерное оружие. А Грибков еще одно сказал, вещь очень интересную, которая потом не подтвердилась. Он сказал, что, да, вот оружие среднего радиуса действия мог задействовать только Хрущев по команде из Москвы. А тактическое ядерное оружие было бы задействовано по команде местных командиров. То есть командиров, которые были на земле. Если, в двух ситуациях, значит, если начинается война, то есть американская агрессия, и они не могут в данный момент связаться с Москвой, то они могут использовать это оружие. И второе, практически автоматически, если высаживается американский десант, то есть если вторжение непосредственное военно-воздушными силами США на Кубу, то по этому десанту, который спускается, значит, на территорию Кубы, будут задействованы тактические ядерные боеголовки. Ну а одна из этих боеголовок была направлена, как он уже сказал раньше, конкретно на Гуантаново. То есть Гуантаново-база была бы разрушена именно ядерным оружием в течение первых нескольких минут с момента вторжения. Ну, конечно, это произвело шок просто невероятный. Но дальше и советские участники, и кубинские участники, поскольку, как бы, теперь им разрешено было об этом во всем говорить, они говорили также о том, что советские пообещали, что вот это вот тактическое ядерное оружие, оно останется на Кубе. И что кубинцы не хотели его отдавать. И что советским пришлось провести почти что целый месяц, уговаривая кубинцев это ядерное оружие им обратно отдать. По стратегическим там было легче, поскольку это была часть переговоров с американцами. И Кастро никогда не претендовал на ракеты средней дальности. Это как бы были ракеты, которые можно было использовать как оружие нападения. Они достигали Вашингтона, Техаса. Но тактическое ядерное оружие, оно было оружием защиты. То есть оно могло использоваться только в случае высадки на Кубу. У него радиус действия короткий. И Кастро, в принципе, в общем, позицию-то имел достаточно рациональную. Мы не собираемся ни на кого нападать этим оружием, поскольку не долетит. А вот если они на нас нападут, то тут мы их превратим уже, конечно, в уничтожен. Впервые заговорили о Кубе. Впервые заговорили о роли Кубы в Карибском кризисе. Что оказывается, кубинцы совершенно не были такой площадкой, где установили оружие. Кубинцы играли очень важную роль. Они играли роль, которая сделала Кубинский и Карибский кризис гораздо более опасным. Эта роль, конечно, они не имели это в виду, и это не было их намерением. Но, тем не менее, своими действиями они привели нас еще ближе к грани вот этой вот реальной ядерной войны. А теперь, значит, мы сделаем шаг назад и немножко поговорим более хронологически. Значит, почему, собственно говоря, советские это оружие на Кубу поставили? Существует много версий. Значит, в американской литературе практически до, ну, наверное, последних десяти лет было две версии. Первое, что советские хотели таким образом, как бы, подправить стратегический баланс, поскольку они были настолько позади американцев в количестве ядерных боеголовок. А в количестве боеголовок, которые могли достичь США, реально, да, отношение было 17 к 1 в пользу США. То есть, ну, совсем невероятно огромный разрыв. А вот если они поставят ракеты среднего радиуса на Кубу, да, то они уже превращаются автоматически в стратегические ракеты и могут достичь США, столицы США, всех важнейших центров очень быстро. Соответственно, таким образом можно очень быстро подправить стратегический баланс. А второе, это ситуация в Берлине. Нанося вот такой вот психологический удар Америке в Карибском бассейне, советские могли усилить свое влияние в Западном Берлине и диктовать американцам свои условия в Западном Берлине. Это, значит, была такая версия, вот, когда американские историки и также политики пытались понять, а что, собственно говоря, советские хотят тем, что вот они ракеты поставили на Кубу. Ну, вот сейчас мы знаем очень много, во-первых, благодаря документам, которые в Советском Союзе и в России открыли, а также благодаря вот этим вот нескольким конференциям, мы тут посчитали, мы провели шесть конференций, мы их называем конференцией критической устной истории. Это не устная история, потому что устная история, вот, вы сидите с ветераном, с участником событий и слушаете все, что он вам говорит, задаете вопросы ему и записываете. А она критическая, потому что есть три элемента. Значит, участники с нескольких сторон обязательно, потому что если одна сторона, то они так и будут в официальной версии выдавать. Должно быть несколько сторон. Значит, мы начали с американско-советской стороны, а потом подключились к кубинцам, то есть у нас получилось с трехсторонней. Все сидят за одним столом, они могут друг другу задавать вопросы напрямую, а вот что вы думали в тот момент, а почему вы это сделали, а как вы представляли наши планы, а почему вы реагировали таким образом. И когда они уже вот в этой общей комнате, очень трудно придумывать. Это первый элемент. Второй элемент – это документы. Они говорят не просто то, что вот они помнят или то, что они уже как бы придумали со временем, а мы сидим и говорим, а вот в такой-то день, в 62-м году, вот на этом совещании вы вот это сказали, вы вот это вот почему сказали, объясните вашу позицию, почему вы так сказали. Ну и также третий элемент – это здесь же присутствуют эксперты, которые эту проблему изучали. То есть люди, которые уже имеют базу информации и мгновенно могут вот какую-то вот вопрос, неточную информацию подправить или острый вопрос задать, который, скажем, какая-то сторона не ожидала. И в таких условиях люди начинают говорить. То есть секреты сыпались просто вот направо и налево, то одна сторона Ахова, то другая сторона Ахова. И в результате вот этих шести конференций установился уровень доверия, когда вдруг на разных сторонах стола люди начинали говорить, да, вот, наверное, мы были неправы. И когда каждая сторона вдруг начинает задумываться о том, а правы ли были они, то тогда начинается вот эта вот реальная история. Значит, какие реально были причины установки ракет на Кубе? Мы знаем это вот в результате вот всех этих конференций, того, что написали участники, ну и главное – это документы. Потому что это все, оказывается, на советской стороне было хорошо записано. Они были очень хорошие бюрократы. Советские они записывали вообще абсолютно все. Даже когда они расстреляли польских офицеров в Катынь, они записывали все-все-все, значит, дело, номер, имя. Вот такие папки у них были. А потом уже в конце 50-х годов они написали справку об этом, где всю статистику написали. И в конце написали, мы просим разрешения уничтожить эти документы в связи с тем, что, как бы, их существование является для нас неудобным. Подпись Хрущева, да, документы уничтожить, а справка статистическая осталась. Вот, так что на советской стороне, на самом деле, секретов очень мало. Только если документы подобрать. Значит, причина. Первая причина и главная причина – это была защитить Кубу от агрессии США. Это, как бы, часть официальной истории советской, но она подтверждается. Почему? Были у них причины для этого? Или они вот просто сказали это, как бы, чтобы оправдать себя? Да были, конечно. Мы же знаем теперь, что с американской стороны была операция «Мангуст», была операция «Орцак». Были постоянные попытки убить Кастро, отравить Кастро, сделать что-нибудь такое противное, чтобы его борода, например, выпала. То есть, ну, действительно, творческие были попытки со стороны ЦРУ. И эти попытки, они продолжались, ну, практически до момента, когда Советский Союз исчез. Я их не знаю позже. Но в 61-м году, в апреле 61-го года, была операция в бухте свиней. Когда США не использовали свои вооруженные силы, но поддержали наемников, бывших эмигрантов, которые вторглись на Кубу. И они не смогли свергнуть режим Кастро, поскольку он все-таки имел большую внутреннюю поддержку в 61-м году. Но вот эта вот попытка свержения, военная попытка, она показала кубинцам, что американцы их просто так не оставят. И они действительно планировали свергнуть режим Кастро. И в Америке, и в Советском Союзе, и на Кубе понимание было такое, что следующее вторжение будет уже с использованием военных сил США. Что у нас есть, это значит телеграммы резидентов КГБ и на Кубе, и в США, и в Латинской Америке, и в Мексике, о том, что такое вторжение неизбежно. И что оно произойдет вот со дня на день. То есть, когда будут удобные условия, американцы обязательно режим Кастро попробуют свергнуть. А для Советского Союза это было неприемлемо. Куба была самым любимым союзником. Понимаете, Куба была не просто новой социалистической страной. Но, во-первых, она была в Латинской Америке. Это значит была первая база социализма. Это доказательство того, что социализм движется, вот такой вот марш по всему миру. И вот из Кубы можно было уже влиять на другие страны Латинской Америки. Такой плацдарм социализма. Это очень важно, стратегически. Но также Куба была важна эмоционально. Куба была единственной страной в тот момент, где социализм сам по себе возник. Вот это коммунистическое такое движение возникло само по себе. Это была революция, которую советские не подготовили. Это не была экспортированная революция. А советские уже в тот момент, они многие были цинниками. Они понимали, ну вот Восточную Европу, мы эти страны заняли, значит там будет социализм. Потому что там наши войска стоят, вот они будут строить социализм. Также в Африке, допустим, они поддерживали движение национально-освободительное. И говорили им, ну вот если вы объявите себя социалистами, то мы вам военную помощь, все это. А революция Кастро была независима от Советского Союза. Они очень долго еще колебались, заключать ли им договора. На самом деле, после того, как США их отвергла, тогда они повернулись уже к Советскому Союзу. И советские вот эти руководители, они уже такие были старые. У них много всего плохого произошло, сталинские репрессии. Поэтому они воспринимали Кубу вот как образ их революционной юности. Они смотрели на этих молодых бородачей, революционеров и думали, вот мы были такими же, как бы они не повторили наши ошибки. Мы хотим с ними общаться. То есть потерять Кубу для советского руководства в то время было просто неприемлемо. Их, конечно, импичмента у нас не было в Советском Союзе. Но если бы Хрущев Кубу потерял, то его бы свергли гораздо раньше. Он это понимал. Первая причина – защитить Кубу от готовящейся агрессии. Причины тому были совершенно реальные. Стратегический баланс. Ну, конечно, они понимали. Это не было главной причиной. Причем, что интересно, Хрущев очень мало об этом задумывался сам. А вот его военные, Малиновский, министр обороны, он понимал. И военные, когда они поняли, что Хрущев хочет это сделать, поставить ракеты, они его уже подталкивали на то, чтобы поставка оружия была не как бы минимальная, чтобы защитить революцию, а массивная. И этого они добились. Третий момент. Третий момент был психологический. И он был важный. Значит, легенда есть такая, что Хрущев поехал в Болгарию с Малиновским. И вот с Малиновским они гуляют по пляжу. А если погода хорошая, то Хрущев, у него зрение было хорошее, почти как у сэра Пейман. Он мог через Черное море увидеть американские ракеты Юпитера, которые стояли в Турцию, направленные на Советский Союз. И это его очень унижало. Он считал, что вот американцы поставили эти ракеты туда, и мы находимся под угрозой. И мы не можем ничего с этим сделать. Ничего. А вот как если бы мы вот возьмем и им такое же, вот у них тоже до куба 90 миль, пусть смотрят, а мы туда наши ракеты поставим. Психологический момент был важным, но такой был, конечно же, не главный. Но удовольствие, конечно, бы он получил. Вот мы ракеты, а не нам, а мы, и посмотрим. Также он думал, поскольку вот американцы поставили ракеты в Турцию, и ничего, Советский Союз проглотил. Именно поэтому Хрущев думал, а мы то же самое сделаем. И мы поставим их туда, и посмотрим потом на их выражение лица. Мы же проглотили, и они проглотят. Это то, как он ожидал, что это будет. Ещё один момент был очень интересный. Внутри коммунистического движения было соперничество. Такое вот, а кто самый главный коммунист? Ну, когда Сталин был живой, всё понятно. Значит, Сталин был главный коммунист, а все остальные были вот младшие братья. А когда Сталин умер, то китайцы, Мао и Сталин, они были очень близки. И Мао считал в Китае, что теперь, после смерти Сталина, он будет главным коммунистом, лидером коммунистического лагеря. И всячески пытался Хрущёва унизить. Потому что, ну, Хрущёв, вот он такой, вот он вообще крестьянин. И также китайцы использовали интересный аргумент, что Советский Союз в тот момент был уже таким старым, бюрократическим и не поддерживал революционные движения. А вот Китай был готов поддерживать революционные движения везде. Хрущёв об этом думал очень много. Это занимало значительную часть их обсуждений. Как показать, что мы настоящие коммунисты, что мы лидеры, а все остальные младшие братья. И, соответственно, на Кубе. То есть китайцы очень много говорили о том, что они готовы Кубе оказать поддержку. Они мало что сделали, но вот это вот соперничество тоже подтолкнуло Хрущёва к тому, что, ну, а уж если мы поставим оружие, ну, тогда всем будет ясно, кто главный коммунист. И последний момент он присутствовал, но очень сложно найти. То есть он был действительно очень маленьким. Это соперничество в Европе. То есть если бы мы усилили позиции на Кубе, то американцы бы уже разговаривали бы с нами по Берлину в Европе более уважительно, поскольку мы всегда могли подёргать их вот за эти ракеты на Кубе. Вот это размещение ракет на Кубе решало все проблемы Хрущёва со внешней политикой. Вот как будто одним выстрелом всех зайцев, да? И Кубу защитили, и стратегический баланс подправили, и ежа в штаны американцам положили психологически. Вы тут ракеты, а мы там ракеты. И китайцам показали, кто здесь главный, и позиции в Европе укрепили. То есть это вот как бы, когда эта мысль пришла к нему в голову, отказаться от этой мысли было невозможно. Она была настолько притягательная, как бы, ну вот всё, что я хочу во внешней политике, я достигну тем, что я перевозу ракеты на Кубе. Как это сделать? Секретно. Сделать это секретно. Ну, потому что, хотя он и думал, что американцы проглотят это, он всё-таки опасался. И он также хотел, добрый человек, он очень хотел, чтобы демократы победили на промежуточных выборах в 62-м году, потому что он понимал, что с республиканцами будет ему сложно. Поэтому он старался не помешать Кеннеди, он очень переживал за него, чтобы его партия победила. Поэтому он говорил, мы секретно их всё туда доставим, и уже после выборов, до выборов, тишина, мы будем тише воды ниже травы, а вот после выборов мы объявим. И таким образом Кеннеди придётся это принять, но хоть демократы будут во власти, и Кеннеди будет сильным, и он остановит всех других агрессивных антисоветчиков. Были ли возражения на президиуме? Да, были возражения. Интересно то, что не единогласным было голосование. То есть возражения были, самые сильные возражения были со стороны Анастаса Микояна, который был заместителем Хрущёва. Ну и также среди военных, но среди военных были возражения не по поводу того, что нужно или не нужно ракеты ставить, а по поводу того, что секретно это не получится, их прятать негде. Они всё решили, ну и решили, ну Кастро тоже надо информировать, всё-таки мы туда будем эти ракеты ставить, и послали делегацию на Кубу. А эта делегация имела две цели. Первый, убедить Кастро, значит, что нужно брать ракеты. Они не сомневались, что Кастро скажет, да. А второй, проверить, где ракеты прятать. Ну они вообще замечательное решение приняли, что ракеты можно спрятать за пальмами. Ну пальмы такие высокие, они под пальмами спрячут ракеты. Военные, профессиональные сказали, именно ракетчики, которые ракетами занимались, которые делегацию не включили, они сказали, нет, там даже цыплёнками спрячешь под этими пальмами. Они совершенно вот такие далеко друг от друга стоят, кустов нет. Неважно, решили, послали Кастро. Приезжает делегация, Кастро говорит, нет, я не хочу ядерное оружие. Я не хочу, нет, 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 нет. Пожалуйста, мы будем очень рады, если вы пришлёте сюда военных, подразделениях, если вы пришлёте противовоздушные войска. Но ядерное оружие нет. Это сделает нас более уязвимыми, поскольку если США узнают, что у нас ядерное оружие, то они захотят от него избавиться и, возможно, или вторгнуться, или нанесут воздушный удар. Второй момент, Кастро сказал, если вы поставите это оружие на нашу территорию, мы будем очень плохо выглядеть в Латинской Америке. Все будут думать, что мы ваши марионетки, что вы его просто используете, нас как базу. Мы не хотим быть ничьей базой, мы хотим быть независимой страной. И мы хотим защищать себя, нам не нужно ваше оружие, чтобы защищать нашу эволюцию. Третье, что Кастро сказал, он сказал, ну, если мы решим, если мы примем решение ставить ваши ракеты здесь, мы должны это делать публично, мы должны заключить договор и не нарушать международного права. Мы должны заключить договор, мы должны его опубликовать, и мы должны публично об этом заявить. Как сделали американцы в Турции? Хручев сказал, нет, 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 лучше так, мы всё поставим, а потом объявим. Ну, и они стали вот этот вот договор, как бы, дискутировать. Так и не закончили. Но Кастро был против поставки оружия и против секретности. Очень интересный момент. И советские буквально его вот долго уговаривали. Всё обещали ему, уговорили, в конце концов. Значит, сейчас до перерыва я просто хочу сказать очень быстро, что, собственно, они на Кубу привезли. Значит, что знали американцы? Это по документам ЦРУ 1962 года. И до 1992 года. Американцы думали, что советские привезли 8 тысяч военных специалистов. Это, значит, военные советники и технические эксперты. Но ни одного реального подразделения боевого. То есть нет боевых подразделений. Есть только в районе 8 тысяч примерно специалистов и советников. Воевать они не могут. Что они могут? Да, обучать. Дальше, значит, американцы смогли по снимкам, сделанных с самолёта У-2, установить, что были доставлены ракеты Р-12, СС-4 по американской терминологии. Вот, и может быть, ракеты Р-14 были доставлены, но они не были выгружены на территорию Кубы. Они их сфотографировали не сами, но они поняли, что лежит в трёмах этих кораблей, которые были очень большими, но сидели очень высоко над водой. А поскольку У-12 были уже разгружены, то они по размерам считали, что там есть. Значит, что мы думаем, что там есть? Ну, 8 тысяч советников. Ну, и, значит, ракеты сами. Поэтому главным моментом было, они пытались понять, привезли боеголовки или не привезли. Долго снимали, летали, значит, внутреннюю разведку использовали. Пришли к выводу, что ракеты сами привезли, а боеголовки к ним не привезли. Вот это всё, что мы знали. Значит, что там было на самом деле? Значит, должны были привезти, должны были, 55 тысяч военных и военно-морских сил, 55 тысяч боевых подразделений личного состава, да, солдатов и офицеров. Ну, довезли до момента блокады 43 тысячи. Да, вот, всё-таки, целый не всё знает. Довезли 43 тысячи под носом. Никто не знал. Довезли ракеты Арт-12. Довезли пусковые установки Луна, которые двойного образа действия. То есть они могут быть с ядерными зарядами или с обычными. Довезли силы ПВО. Довезли эскадрилью Мигов. 40 мигов привезли. Противовоздушные установки силы ПВО, да. Спец эскадрилья тяжёлых средних бомбардировщиков Ил-28. И на них 6 ядерных бомб. Да. К установкам Луна 12 ядерных боеголовок с коротким радиусом действия. Это те, которые, значит, были бы использованы в случае десанта. И два полка фронтовых крылатых ракет с дальностью 110 миль. Дальность фронтовой крылатой ракеты 110 миль. То есть если очень постараться, то Дуги Уэста точно будет идти. А может быть чуть-чуть дальше. На них было 80 ядерных боеголовок, которые могли лететь 110 миль. Что я хочу подчеркнуть. Значит, вот мы все говорим, карибский или кубинский ракетный кризис. И мы акцентируемся на ракетах. Главный секрет ситуации заключался в том, что это была не ракетная база. Это была полномасштабная группировка сил. То есть она включала все виды. Все виды. Это значит пехоту, ракетные войска, противовоздушные войска, военно-воздушные силы и военно-морские силы. Включая подводные лодки, на которых также были ядерные торпеды. То есть в октябре 1962 года. На Кубе было 98 тортических ядерных боеголовок. 24 боеголовки среднего радиуса действия. Это те, которые на Вашингтоне прилетают. И почти что до Чикаго. И на подходе стояли неразгруженные. 36 боеголовок для ракет промежуточного радиуса действия. Это которые уже почти всю территорию США покрывают. И американцы об этом не знали. Давайте здесь сделаем перерыв. А потом я быстренько закончу. И мы зададим шутки. Открываю страницу, которая на английском языке. Но вы не читайте. Я вам фотографию хочу. Значит, мы закончили на том, что все-таки русские до Кубы довезли. Это была полномасштабная военная группировка ТВ. И по своей мощности, если бы они ее обратно не вывезли, а вывезли они ее почти все обратно, не только ракеты. Так вот, если бы они ее не вывезли, эта группировка, вот тут вот момент невероятный, была бы самой сильной, самой мощной группировкой советских сил или советской базой вне Советского Союза. То есть, сильнее, чем группировка в Германии. На Кубе была бы самая большая, мощная советская база в мире, за пределами Советского Союза. Ну, тут американцы сфотографировали ракеты. И начался период 13 дней. Опять же, это такая вот формулировка американская, но мы не будем в нее вникать. Значит, Кеннеди собрал исполнительный комитет, Экскон, исполком, как бы в российской терминологии, и они обсуждали несколько вариантов решения. Что делать с советскими силами на Кубе? Опять же, они представляли, что группировка очень маленькая, и, соответственно, поскольку она такая маленькая, ее достаточно легко будет выбить из Кубы. Значит, какие были варианты? Первый – это точечный удар. Нанести удар конкретно по базам, по установкам. Они знали, уже сфотографировали, они знали точно, где эти ракеты устанавливаются. Ну, те, о которых они знали, да? Это первый вариант. Наносим точечный удар, минимальные потери, советских потерь почти не будет, поэтому Хрущеву будет сложно дать какой-то военный ответ. Второй вариант – это глобальный удар по Кубе, это значит тысячи самолетов вылетов в день, сравнять все вооруженные силы Кубы с землей, ну, и сразу же после такого удара было бы вторжение наземное военно-морскими силами США, десантниками, морской пехотой и свержение режима Кастро. Ну, как вы понимаете, этот вариант, он очень-очень привлекательный, поскольку, ну, не только все эти ракеты разбиты, но и главная задача – свержение режима решается. Ну, и третий вариант был блокада Кубы, но это был такой вариант слишком мягкий, слишком мягкий. Значит, абсолютное большинство участников исполнительного комитета хотели выбрать точечный удар. Ну, некоторые хотели и глобальный удар, а многие считали, что если точечный нанесут, то все равно потом придется наносить глобальный. То есть, в общем, большинство ястребов. И Кеннеди сам склонялся к воздушному удару, точечному, без вторжения, вначале, поскольку, как бы, ну, вот это так логично, да, вот вы убираете то, что вам там не надо, а потом надеетесь на то, что режим пойдет сам. Но со временем обсуждения Кеннеди задает очень хорошие вопросы. Причем, поскольку у нас есть все записи расшифрованные в дискуссии исполкома, то можно видеть вот эту прогрессию от Кеннеди Ястреба, такое вот, вот мы им сейчас покажем, как они могли, они врали, мы сейчас, это вот полное нарушение всего. Оказалось, нет. Любая страна имеет право по международному праву попросить своего союзника поставить войска, так же, как Юпитер, в Турции или в Италии. То есть, это не нарушение международного права. Да, то, что брали, это очень нехорошо, но американцы тоже не всегда говорят всю правду о своих военных делах. Вот, и Кеннеди задал очень хороший вопрос со своим военным, которые выступали за нанесение авиаудара. Он сказал, мы уверены, что мы можем все ракеты уничтожить при ударе, поскольку, ну, если одну не уничтожишь, то это одна ракета может быть выпущена на какой-то город США, а, допустим, на Атланту, как он конкретно сказал, а может быть, на Вашингтон, и уже одна ракета становится неприемлема. То есть, ну, зачем ему нужна эта Куба, если погибнут миллионы жителей США, ни за что. Поэтому Кеннеди на протяжении вот этой первой недели эволюционирует. Он был ястребом, но смяг. вдруг он стал искать компромиссом. И вот роль военных была очень важной. Они, хотя и хотели нанести удар, но когда напрямую их спросили, они не стали говорить, как они говорили в Ираке, вот там все, население выйдет на улицы и будут нас встречать как освободители. Они правду сказали. Мы не гарантируем, что все ракеты будут уничтожены. Более того, теперь, когда мы знаем, что там, собственно говоря, было, они-то не знали. Ну и даже если бы они уничтожили вот эти вот установки АР-12, а все остальное, а тактическое оружие, а бомбардировщики с бомбами, которые могли до Уфлорида долететь, ну они бы их сбили, конечно, но тем не менее. В принципе. Значит, в начале исполком практически высказывается весь за нанесение удара, а еще и, значит, наземного вторжения. Макнамаров был против. Очень интересно. Роль министра обороны с самого начала Макнамаров был самым большим голубем и говорил, ну, собственно говоря, что меня лично поразило, когда я с ним общалась, меня поразило то, что он говорил, ну, а, собственно, ну что, ну поставили они там эти ракеты, да? Но они не меняют стратегического баланса. Ну, у нас был разрыв 17 к 1, ну, сейчас будет 15 к 1. Ну, мы их можем настолько гарантированно уничтожить весь этот Советский Союз, да, может быть, там, две ракеты с Кубы долетят до США, но для Геннеди это было неприемлемо. В результате приняли решение о блокаде. Почему еще приняли решение о блокаде? Согласно всей информации, которой ЦРУ обладала в тот момент, значит, они знали о том, что есть советники и ракеты, но без боеголовок. Они уже поняли, что раз ракеты поставили, то боеголовки они тоже поставили. Но пока они думали их на острове нет. Таким образом, если вы ставите карантин, у вас нет людских потерь. А боеголовки на Кубу не пройдут, поскольку они на кораблях, а в это время пока продолжается карантин или блокада, вы начинаете переговоры. И вот эта версия победила. Это на самом деле чудо. Когда читаешь вот эти записи и видишь, насколько близки они были к тому, чтобы послать наземное вторжение и, значит, авиаудары, ну, чудо. Правда, чудо. Они уберегли вот этим решением нас от войны. поскольку вот теперь, когда мы обладаем не всей информацией, но у нас много информации, мы знаем точно, это вот как раз Макнамара говорил об этом на конференции, я говорю, знаю точно теперь, как началась бы ядерная война. Мы бы нанесли авиаудары и мы бы разрушили много, но потом, после авиаударов, чувствуя свою неуязвимость, то, что уже кубинские вооруженные силы были разгромлены, американский десант, морские пехотинцы высадились бы на пляже Кубы и они встречены были бы ядерным огнем. Как президент страны Кеннеди в ответ на то, что его солдаты, офицеры были убиты ядерным огнем, он был бы вынужден применить ядерное оружие. То есть у него бы не было другого оружия. Он был бы вынужден применить ядерное оружие против Кубы, но он-то не знал, что на Кубе находилось 43 тысячи советских военнослужащих, и если бы он применил это ядерное оружие, то Кубы бы не было, и Кастро бы не было, но этих 43 тысяч тоже не было бы. И тогда Советский Союз был бы вынужден применить ядерное оружие против США или против стран НАТО в Европе. И таким образом эскалация была бы мгновенна. То есть остановить эту эскалацию было бы очень трудно. Магнамар рассказал «Я думал, что мы были вот настолько от ядерной войны, теперь я думаю, что мы были вот настолько». И мы знаем точно, как она бы началась. К счастью, карантин был введен в действие 22 октября, и сразу же, сразу же начались попытки обеих сторон прийти к компромиссу. Вообще, это вот уникально в том плане, насколько до кризиса обе стороны ведут себя так вот мачо, мускулами играют, угрозы друг к другу бросают, что мы своих позиций не сдадим. Вот если только вы там что-то сделаете, мы вам ответим. Как только реально начинается кризис, угрозы реальной ядерной войны, они сразу как-то меняются и начинают употреблять другие слова. Хрущев, который до этого там кричал, что они США похоронят и Кузькину мать покажут, он вдруг начинает писать Кеннеди потрясающие письма о том, как Советский Союз прошел через войну, как он лично воевал, как он видел столько смерти, столько разрушений, что они не могут этого допустить и соглашается на вывод оружия скуга. В то же время брат Кеннеди, Роберт Кеннеди, ведет переговоры с Добрыниным секретно. И Добрынин, он говорит то, что публично Кеннеди не был готов произнести, что, конечно, мы уберем эти Юпитеры и с Турции, и с Италии. Только мы вас очень просим, но вот у президента выбора на носу и вообще политически это такой шаг уязвимый. Пожалуйста, не заявляйте об этом публично, мы просто мы вам обещаем, поверьте нам на слово, мы не будем подписывать с вами ничего, но мы их уберем очень-очень быстро, уже в начале 63-го года они их убрали. То есть, вот эти вот два врага, которые тут только что говорили о том, как они друг другу уничтожат, они договариваются, они верят друг другу на слово, они даже не требуют никаких бумаг. Добрынин просит там Роберта Кеннеди записать это, и он отказывается записать даже меморандум, он говорит, вы понимаете, в моей будущей политической жизни, если об этом узнают, это будет ужасно. Советские все 40 лет никогда не разгласили эту тайну, которую Добрынин и Кеннеди только они вдвоем знали. Ну, конечно, знал Кеннеди, знал Хрущев, но они свое слово сдержали. Американцы дали гарантии не нападения на Кубу, опять же, они отказались их оформить как международный договор, но они сдержали свое слово. И демократические администрации, и республиканские администрации сдержали слово, которое было дано Кеннеди Хрущеву, что больше нападения американского на Кубу не будет. Поэтому, в принципе, советские были правы, они получили гарантию о ненападении. Ну, вот они решили убрать оружие с Кубы. Кастро об этом не знал вообще ничего. Значит, после 23 фактика Кастро готовится к войне, потому что Кастро и те советские военные, 43 тысячи их начальства, которые на Кубе, они вообще ничего не знают о переговорах между Кеннеди и Хрущевым. Вообще ничего. В полной темноте, они знают, что американцы сказали, что они не потерпят этих ракет и что ракеты должны быть убраны. Они также знают, что советские сказали, что они будут стоять за Кастро до конца. Они ожидают ядерной войны, потому что они-то знают, что на Кубе находится, американцы не знают, а они знают, и они знают точно, как сказал Макнамар, как начнется ядерная война. Кастро выступает постоянно, все кубинское политбюро выступает. Они говорят о том, как они настоящие революционеры, будут сражаться до последнего, как Куба погибнет в пламени ядерной войны. Вот это о чем они говорят. Советские на острове, что очень интересно, мы очень много интервью брали у советских ветеранов, они говорили, они абсолютно стали кубинцами, абсолютно. они верили в то, что их судьба это судьба кубинской революции, что они погибнут вместе с кубинцами в ядерной войне, то есть пока остров готовится погибнуть в ядерной войне. Ну, а Кастро, будучи революционером, он в один прекрасный момент думает, ну, мы, конечно, погибнем, но надо так, чтобы это каким-то образом помогло нашему коммунистическому делу, да, мировой коммунистической революции, и он пишет в Хрущево письмо, в котором он говорит о том, что вот у нас есть оружие и невероятные силы, но это оружие дает выигрыш тому, кто применит его пену. Мы знаем, что американцы собираются напасть на Кубу, мы ждем вторжения буквально в течение 24-х часов, но поскольку мы точно знаем, что оно будет, и что ядерная война начнется вот так, ну, почему бы вам не нанести превентивный удар против Америки? Ну, таким образом, но Куба все равно погибнет, но тогда вы нанесете непоправимый урон Америке, и это усилит наше экономистическое дело. Ну, конечно, когда Хрущев это письмо прочитал, он просто был в шоке, он был не против там попугать Америку, там оружие поставить, политический выигрыш иметь, но он не хотел довести вообще ни до какого военного конфликта, а тут мы говорим о глобальной ядерной войне. Поэтому он очень быстро переговаривался с американцами, он понимал, что у него там на Кубе огромная проблема, огромная проблема. Кто их знает, советских, они все-таки могут кастро послушаться, и потом вот настрой у них все-таки был, они готовы были защищать Кубинскую революцию. 27 октября внезапно советская установка сбивает американский самолет шпион У-2. Значит, не только они не получали сигнал из Москвы, специально был приказ не стрелять по американским самолетам. То есть, что Хрущев знает? Хрущев знает, что он отдал приказ по американским самолетам не стрелять, не делать ситуацию еще более опасной. И вдруг они сбивают самолет. Значит, американцы думают, что это сбили кубинцы, а русские знают, что это сбили они, потому что только у советских была установка, которая была мощная, обладала достаточной мощностью, чтобы сбить У-2 на такой высоте. Они, значит, думают, ну, либо эта установка захвачена кубинцами, и они стреляют. Или же советский командир слушает приказ Кастро, потому что был советский приказ не стрелять. Ну, там было много причин, почему он его сбил. Частично это было влияние Кастро, который приехал именно в эту часть и произнес пламенную речь о том, что нападение должно состояться вот-вот, мы будем биться до конца. Второй момент это был то, что в данный момент вот эти установки, они уже были в состоянии боеготовности. И боеголовки, которые были разгружены, их уже перевезли на место, где они хранились. И командир понял, командир вот этой установки, он понял, что если У-2 пролетит над этими позициями, они узнают о том, что это уже здесь. И он принял решение его сбить, несмотря на то, что был приказ из Москвы не сбивать. То есть в этот момент Хрущев понял, что он ситуацию не контролирует. И Кеннеди не контролирует. И информация очень ограниченная. И что там Кастро может сделать на хобби, мы не знаем. И это очень опасно. Поэтому Хрущев пошел практически на все уступки, которые США у него попросили. Кеннеди пошел на уступки в плане инспекции, в плане того, что уберут ракеты из Турции, и в плане того, что будут гарантии ненападения. То есть обе стороны пошли на очень большие уступки в поисках компромисса, потому что и Хрущев, и Кеннеди поняли, что они не контролируют ситуацию. Каждую ситуацию на Кубе контролировал полностью. Но потому как бы где он был, потому что он все-таки был действительно молодым революционером, а не руководителем большой державы с большим опытом. Для него ядерная война была немножко другой концепцией. Он не так понимал серьезность этой войны. Будет война, будет война, будет эскалация. Ну что делать? У нас такой глобальный конфликт, классовая борьба и все такое. Тем более он знал, что его страну уничтожит. Если будет нападение США, значит нужно как-то отвечать. Хрущеву теперь нужно было оружие с Кубы забрать, но забрать его также секретно, потому что если американцы узнали что там действительно есть, скандал бы разразился еще больше, кризис бы не кончился. Поэтому он посылает на Кубу Микояна. Микоян был ирония какая, он был противником поставок в самом начале, но он был, его называли кубинец на нашем политбюро. Он был самым близким человеком к кубинскому руководству. Он их знал лично, он налаживал отношения с Кубой, у него был огромный опыт дипломатический, он был единственным человеком, с кем Кастр бы разговаривал вообще, потому что Кастр сказал позже, в 60-х годах, что если бы Хрущев приехал сам, я бы ему как по-русски выражается набил морду. А Микояна он уважал. Микоян приехал на Кубу с такой невозможной миссией, ему нужно было уговорить Фиделя отдать оружие. Самое важное это тактическое ядерное оружие, потому что американцы знали о стратегическом, и они договорились, стратегическое вернут. Тактическое они обещали оставить кубинца, кубинцы не хотели его отдавать. Второе, ему было очень важно сохранить Кубу как союзника, потому что при всем скандале ракетном для Советского Союза было ужасно сохранить Кубу как союзника. Также он должен был подготовить договор о военном сотрудничестве, он назывался о дружбе, договор о дружбе и взаимопомощи, что значило именно военное сотрудничество, потому что вот эта база огромная, группировка сил, они планировали ее оставить на Кубе, они не планировали ее выводить, то есть они только планировали вывести то, что они пообещали Кеннеле. Вот наступательное вооружение, это значит ракеты АР-12 и боеголовки к ним они вывели, а базу оставили. Ну и также он должен был договориться с американцами о гарантиях ненападения. Они пытались договор формально подписать, это не получилось. В общем, этого было практически невозможно добиться, но что сделал Микоян? Тоже вот такая история, ее специально не напишешь, это роман. Когда он туда приехал, они в Советском Союзе решили, что стратегическое оружие уберут, базу оставят очень обширную, тактическое ядерное оружие оставят и постепенно, не сразу, а в течение нескольких лет, они научат кубинских специалистов этим оружием пользоваться. Но когда приехал Микоян и увидел состояние вот это кубинское руководство, когда в разговоре Че Гевара говорил, у нас есть этот документ, если бы у меня была ядерная бомба, первое, что бы я сделала, я бы сбросила ее на Нью-Йорк. То есть он понял, что вот это мышление кубинское, их ситуация, осажденная такой крепость, их постоянное ожидание нападения, оно может их толкнуть к реальному использованию этого оружия. А этого Советский Союз не хотел. Поэтому в течение его переговоров он приходит к выводу, что все оружие надо с кубы забирать. Все, все вот эти 43 тысячи персонала, они решили оставить им меги и противовоздушные установки на тот случай, если все-таки будет агрессия, но это уже будет минимальное советское присутствие, это будет минимальная база, которая будет обучать уже кубинских экспертов, кубинских военных, но советского реального боевого присутствия на кубе не будет. Они оставили одно подразделение на кубе, которое в 79 году снова нашли, но вот в течение этих трех недель, когда он был на кубе, Микоян смог убедить Кастро послать все оружие назад. И один из вообще таких ключевых, невероятных разговоров, такой четырехчасовой полуночный разговор между Микояном и Кастро когда Кастро буквально просит его оставить это тактическое оружие. Говорит, ну послушайте, но ведь американцы ничего не знают, правильно? Правильно. Но вы же не обещали им отправить его обратно? Нет, не обещали. Но мы можем его спрятать в пещерах, его никто никогда не найдет. почему Кастро опять же это очень важно понимать. Почему? Он не потому, что он просто агрессивный и хочет уничтожить США, он совершенно не верил вот этим гарантиям не нападения со стороны США. Ну и почему бы ему верить? У него не было никаких оснований верить. И он совершенно не верил обещаниям русских, потому что русские его только что предали. Вот со стороны Кастро как он видел? Хрущев говорил, что мы твои самые близкие союзники, мы за тебя готовы погибнуть, мы тебе пришлем самое свое лучшее вооружение, а вот американцам мы покажем. А как только обнаружилось вот это оружие, то он разговаривает с Кеннеди за спиной Кастро и Кастро даже не информирует то, что они там с ним консультируются, не информирует. Кастро узнает решение убрать оружие по радио. Хрущев даже не позвонил, потому что он боялся реакции Кастро, потому что он боялся, что Кастро сделает все, чтобы это оружие не было вырезано. Таким образом последнее ядерное оружие вернулось в Советский Союз 20 декабря тактическое, также под носом в США, они все так же тихонечко перевезли, об этом никто ничего не знал, и узнали только в 92-м году. Ну, какие уроки? есть еще отдельная история про лодки подводные, долго, интересно, что вы хотите поговорить. Уроки кризиса собственно какие? Мы не обладаем полной информацией, никогда, но мы всегда думаем, что наша разведка дает нам полную основательную информацию, на основании ее мы можем принимать решения. Мы всегда считаем себя менее агрессивными, чем другую сторону. в ситуации кризиса мы видим другую сторону как агрессора, а наши действия никак не связывали с вот этим ощущением угрозы. Мы думаем, что мы ничего не делали неправильно, они как агрессивные себя ведут. Второй момент, это вот то, что мы знаем об тубинском кризисе. Обе стороны вели себя без рассудования, без ответствия, и брали очень большие действия. И США, и Советский Союз. Но в тот момент, когда они столкнулись с ситуацией реальной ядерной войны, именно их способность к компромиссу их спасла. не тех, кто обещал показать Кузькину мать, а тех, которые говорили, да, дадим мы им все, чего они хотят, только не нужно развязывать войну. И значит, четвертый момент, маленькая страна может играть огромную роль, и не всегда супердержавы решают все. И для кризисов будущего очень важно понимать, что же все-таки творится в той маленькой стране, какие ее интересы, и каким образом хвост может крутить собакой или даже двумя собаками. Маленькие страны, они реальные участники, и могут ситуацию испортить, доведя ее до войны. Ну и главный момент, на мой взгляд, не только из этого кризиса, но и вообще из всех, которые мы изучали, это нам нужно то, что вы здесь делаете, развивать сочувствие, вот эту способность сочувствовать или эмпатизировать, я даже не уверена, как это лучше описать по-русски, понимать другую сторону, не обязательно симпатизировать, не обязательно вставать на ее сторону, но понимать, почему эти решения, которые ею принимаются, даже если они нам кажутся сумасшедшими, понять, почему та сторона ведет себя именно так, и не даем ли мы им какой-то повод, может быть, что-то исправить в нашем поведении и посмотреть, как прореагирует другая сторона. Все, спасибо, я гораздо больше времени использовала, давайте теперь все идем на вопросе. Пожалуйста, когда вы задаете вопрос, представьтесь. У меня вопрос. Мы рассказывали о серии внешнеполитических операций, которые были проведены американским правительством. Не все изучают историю, не все специалисты международным отношением и населения узнают информацию из средств массовой информации. Видели ли вы, когда вы занимались исследованием, параллели в том, какую роль сыграли средства массовой информации в развязывании кризисной ситуации, которые сворачивали кризисную ситуацию? Есть ли какие-то тенденции или модели победительной связи с международными решениями, которые вы могли обозначить? Очень интересный вопрос и необычный ответ. В Советском Союзе была полная тишина. В Советском Союзе информация полностью контролировалась. Время от времени были заметки о том, что США предпринимают новые агрессивные шаги. То есть очень черное и белое. То есть американцы пытаются свергнуть режим, а мы пытаемся это выгодить. Никаких сообщений о кризисе в тот момент центральной прессе не было. Были очень короткие сообщения по поводу того, причем даже не о том, что наши войска были там, а о том, что американцы снова сделали агрессивное заявление в отношении Куба, мы стараемся этому противостоять, но это советская пресса, собственно говоря, с них взять нечего. И советские люди вообще ничего не знали о том, что какая-то ядерная угроза была, они жили совершенно спокойно, это в Америке все, значит, бежали в сторону вон убежище, пытались запасать продукты, в Советском Союзе все было абсолютно спокойно, все ходили в тяну, только президент знал, что произошло. А в США очень интересно было, значит, утечки информации были о том, что Советский Союз перебрасывал войска на Уму, они происходили все лето. Ну и американская пресса, она немножко сенсационная, уже тогда была, сейчас я вообще не говорю, и они писали постоянно о том, что вот, значит, за спиной США, прямо перед нашими глазами, они усиливают свое военное присутствие, и уже в конце августа были такие утечки, но анекдотичного характера, советские собираются, но они были правы, советские собираются установить ядерное оружие на Кубе. То есть вот это нагнетание напряженности в прессе было реально. А дальше такой момент очень необычный. Вот на время обсуждения в исполкоме Кеннеди попросил ведущие газеты не публиковать ничего в советских поставках на Кубу. И газеты его послушали. Вы понимаете? Возможно это сейчас? Ну конечно невозможно. То есть если вы посмотрите на репортажи вот этих двух недель, как раз в американской прессе почти полная тишина. И газеты ничего не писали о том, что было обнаружено оружие, не было никаких утечек, потому что в тот момент уже очень много людей знало среди военных, среди разведки американской и политического руководства. Кеннеди информировала естественно лидеров конгресса, не было утечено, пресса вела себя абсолютно ответственно. Это был один такой момент за всю историю. А уже когда это стало достоянием общественности, да, были сенсационные заявления в прессе, что насколько мы близки к вторжению. Они опять же не знали, что именно там есть, но говорили о том, что вторжение неминуемо американских газет. Американские газеты публиковали информацию о дислокации американских сил на юг Флориды. Но в основном было, насколько я помню сама, это были в основном сообщение о том, что американские газеты не готовятся. И различные спекуляции, варианты о том, как советские ответят. А вот после кризиса я, честно говоря, не смотрела прессу, поэтому не знаю рассказать. Здравствуйте, меня зовут Илья Воловик, это агентство поменьшения угрозы Министерства обороны СССР. И у меня такой вот вопрос. На то время, насколько я понимаю, ООН уже существовала как организация, и неинтересно, какое влияние имела ООН на эту ситуацию, или это просто было два гегемона, которые между собой это решали вопрос среднего больше не слышали. То есть Китай же вроде тоже ... Ну да. Правильно, что вы задали этот вопрос. Значит, ситуация в ООН осложналась тем, что советский представитель Зорин не знал о том, что происходит. И он во-первых, он отрицал всю информацию до того, как она стала публичной, а потом, когда она стала публичной, он уже знал, но, видимо, ему не дали указаний из Москвы как отвечать, и он продолжал брать совершенно вот в лицо ему уже снимки представили американские представители, а он, тем не менее, продолжал говорить о том, что никакого стратегического, никакого наступательного оружия мы на Кубу не поставляем. Это, конечно, ослабило роль Организации Узнанных Наций в этом кризисе, переговорах. Несмотря на это, были активные переговоры по поводу конкретно одного вопроса. Одно из предложений было, чтобы ООН инспектировала вывод советских войск. с Кубой и в определенный момент думали, что оно так и будет, что они достигнут этой договоренности, но в этот момент американцы, насколько я, чтобы не ошибиться, насколько я понимаю, все-таки американцы не готовы были полностью этот вариант защищать до конца, то есть драться, бороться за него. А Кубинцы его ответили. Был еще вариант, когда организации американских государств будут проводить инспекции, но в результате они так и не достигли этого компромисса, хотя активно проводились переговоры именно под эгидой ООН. И Трояновский был вовлечен в эти переговоры, и Ютан, генеральный секретарь, был вовлечен, и он приехал на Кубу, пытаясь уговорить Кастр дать согласие. В общем, это было похоже, что вот-вот договорятся, но... То есть роль была, но она не была эффективной, потому что советский представитель, он настолько себя повел неэтично, что с ним уже разговаривать было нельзя. Они пытались с кубинцами, наиболее активной роли он была именно в переговорах с кубинцами. Здравствуйте, Александр Лин, студент агентства поучения угрозами из СССР ВООН США. Как вы думаете, насколько скоро мы опять столкнемся с точно такой же проблемой, где мы... где Америка поставила оружие, любое оружие где-то в Европе, и это очень не понравится России, она отреагирует на что-нибудь может неадекватно, может адекватно, и к чему это может привести? Ну, я вас поняла. Я, конечно, надеюсь, что такой ситуации не случится, потому что Америка поставит оружие открыто, если она поставит оружие. Я уверена в том, что оружие будет поставлено открыто. Не секретно. Изменит ли эту ситуацию? Нет, потому что российская реакция будет неадекватной, по крайней мере с точки зрения США. И то, что она будет неадекватной, это тоже тут, я надеюсь, я сильное выражение употребляю, но все, что я знаю о современной ситуации, заставляет меня думать, что реакция ответная будет очень сильной. Поэтому не дай Бог. я все-таки думаю, что какие-то уроки, какие-то мысли из этих кризисов всех, которые мы изучаем, они все-таки доходят до верха, особенно в вашем агентстве. Я думаю, что ваше агентство очень прогрессивное комбинитора. И в вашем агентстве тоже они, у них есть история программы нано-губер, где они взаимодействовали с российскими и военными, и политиками. И я все-таки думаю, что ситуация решится компромиссом, что у вас есть люди очень умные, которые готовы идти на компромисс и умеют договариваться. Но если оружие поставить, реакция будет, конечно. Здравствуйте, мне зовут Евгений, великый, я тоже студент. У меня, помню, два будут вопроса. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, когда мы говорили о Кубе, я еще помню тогда, когда изучали Кубу, была очень сильная пропаганда со стороны Советского Союза, Куба писалась, все четыре буквы были заглавными. И в народе, естественно, появилась шутка, что это Куба, это аберриатура, которая стоит означает коммунизм берегов Америки. У меня вопрос к вам. Как вы думаете, если бы не было ракет на территории Турции, на тот момент, и Италии, которые покрывали восточную часть России, включая главный инфраструктурный объект, Еминскую, естественно, было бы это, развелось бы это на ту ситуацию, которую в конце вырос в Карибский кризис, если бы Советский Союз поставлял бы ракеты на Кубу и вторая часть вопроса, современная роль Кубы. Мы знаем, что недавно Россия проявляла свой интерес, был визит Путина на Кубу, в то же время Америка также пошла навстречу, были уступки, сделанные на Кубе, как вы думаете, может ли это развиться опять, может быть, какую-то закулисную борьбу за тот маленький остров, который он может собирать большую роль. По первому вопросу, значит, момент ракет в Турции, он, знаете, как капли такие, которые капают, капают и могут капать долго. И, может быть, психологически Крущеву это помогло, то, что он увидел эти ракеты, да. Я, на самом деле, слышала от наших военных, что когда поедешь в Питсуну, и можешь увидеть, я говорю, так ракеты тебя уже давно вывели, они даже не в Курсе. Все равно видят. Ну, все равно видеть. Светление хорошее. Это эхо, да. Шизофрения. Если вы реально читаете документы, что они там в этом президиуме обсуждали, то эти ракеты, они даже не упоминаются. Ну, буквально вот раз и два, наверное, не упоминаются. Они постоянно говорят о том, о неименуемой агрессии, о том, что необходимо защитить Кубу. И вот момент стратегического баланса. Как было бы хорошо, мы бы стали сразу настолько сильнее, и мы бы показали во всем социалистическом мире. То есть, я думаю, что без реальной вот такой вот угрозы, ведь советская разведка работала, они знали об этих операциях. Причем они, знаете, вот узнать, вот если бы мы имели документы вот эти, было бы вообще шикарно. Мы знаем по свидетельствам ветеранов, что они знали об операции Арцак, Кастро наоборот, да? Операция какая? Если кто в Порто-Рико ездил, там есть остров Вьекис. Вот они высаживаются, собирались на остров Вьекис, прекрасные совершенно пляжи, и свергать диктатора маленькой карибской страны. Она называется Арцак. И это было запланировано на октябрь 62-го года. То есть нам ветераны говорят, они знали и знали даты приблизительные. Но у нас нет документов, потому что те архивы совсем закрыты. Поэтому их подгоняло вот это вот. Они понимали, что что-то может случиться вот прямо сейчас, и мы должны этого не допустить. Это была такая вот ситуация, где какое-то действие необходимо было быстро. Их поджимало. И ситуация со стратегическим балансом была очень уж привлекательна. А турецкие ракеты я не думаю, я не думаю, что уж такую большую роль они имеют. Хотя, знаете, с другой стороны, это же все-таки был прецедент. Американцы ставили свои базы. Но уже существовали базы. Они же были не только в Турции, в Италии, они были в Германии. Значит, уже было ядерное оружие у Англии и у Франции. То есть члены НАТО имели много ядерного оружия. Поэтому я не думаю, что как мы большую роль играли. И вторая часть вопроса. А, вторая часть вопроса. Совершенно верно. Извините, я на это начала отвечать на ком этим небыстрельным. Современная роль Куба. Правильно. здравствуйте. Дальше перелом. У нас есть действительно специалист в архиве Питер Корнбул. Он настолько хорошо знает эту ситуацию. Я задавала похожий вопрос. Я сказала, если бы русские предложили какие-то действительно классные кубе условия. Питер сказал, что в данный момент кубинцы настолько заинтересованы в улучшении отношений с США, и они уже настолько много раз были преданы России и Советским Союзом, что для них важнее хорошее отношение с США, чем это противостояние. Они понимают, что им нужно экономическое развитие, а уж из России оно точно не придет. Поэтому я не думаю, что такая вероятность есть. Есть другие страны, Венецуэл есть, они более беспротивнически важны. Поэтому Россия тоже, наверное, больше все-таки внимания не будет. Хотя психологически Куба нам очень важно наиграть. Все-таки рядом в Хлориде видно, говоря, это смазка. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ